И снова всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и канал Лёша Играет. Мы продолжаем разбираться со свежим аддоном к пятой циве. Brave New World. Дивный новый мир. Прошлая серия закончилась на том, что Польша объявила мне войну. И вот видите, начинается эта серия с того, что тут пришла целая армия под стенами Бразилии, а находится она. Вообще в этой игре поляки у меня какие-то религиозные христианские фанатики. Во-первых, расползаются. У них больше всего городов из всех наций. Они больше всего места занимают. Ну и естественно христианство приняли. Идут там по набожности, по-моему. То есть такие суровые ребята. Ну вот с Покотелло мы тут счастливо торгуем, чтобы у него и у меня было счастье. Нормально, давайте обменяемся. С какими-то ресурсами я что-то не заметил. Ну, вообще меня часто в комментариях к прошлым моим видео спрашивают, почему я редко играю с компьютером, а чаще предпочитаю сетевые игры. И спасибо в данной игре Польше, вот то, что она на меня напала. Я вам покажу, почему я предпочитаю играть с живым соперником, а не с компьютером. Вообще, это у нас на четвертом уровне сложности игра. Принц по-русски называется, или князь, я не помню. Принц по-английски, да. Как я раньше говорил, это значит, что у компьютера нету никаких преимуществ. Все остальные уровни сложности, пятый, шестой, седьмой, восьмой, они отличаются тем, что у компьютера определенные преимущества в деньгах, в производстве и так далее. Уровни, которые меньше, наоборот, снимают эту... Как определенные бонусы, дают штраф компьютеру. Но, к сожалению, на интеллект, на сообразительность компьютера уровни сложности не влияют никак. Он как является дурачком, так и продолжает являться. И больше всего это видно при игре... При войне. Потому что если при развитии своего государства, при экономическом развитии, еще можно задать определенные алгоритмы, которые не будут влиять от человеческого соперника, то при войне человеческий человек всегда компьютер будет обыгрывать. Видимо, еще он не очень соображает на гексагональных картах и прочем. Но вот давайте разбираться на конкретном примере. Если бы живой соперник в сетевой игре ко мне пришел вот с такой армией, против той армии, которая у меня есть сейчас, это был бы слив в Бразилии без вариантов. Ну, смотрите, что происходит. Две катапульты, два метких лучника, один лучник, три дуболома, четыре дуболома даже, да? Но против компьютера, против искусственного интеллекта я защищусь без проблем. Ну да, вы можете сказать, да, но это же всего лишь четвертый уровень сложности, что тут такого сложного? Ну, во-первых, Польша построила терракотовую армию, и у нее сейчас армия по размеру примерно как если бы он развивался на шестом уровне сложности, компьютер. То есть, ну, можно представить, как будто мы против шестого уровня сложности играем. Во-вторых, я еще раз повторюсь, что от уровня сложности мозг компьютерного соперника не зависит. И я вот сейчас смотрю, ну, немножко забегая вперед, хочу сказать, что по сравнению с предыдущим аддоном в Brave New World компьютер стал действовать более, ну, кое-какие фишки стал, что ли, использовать интересные. Но все равно война – это не его конек. Именно поэтому на восьмом, на высоких уровнях сложности самая легкая победа – это именно военная. Вы с самого начала клепаете какую-то армию, и пользуясь тем, что компьютер – дурачок, начинаете постепенно захватывать все вокруг. В данном случае самая главная идея, вот когда на вас нападает компьютер на ваш город, это уничтожать те юниты, которыми он этот город может захватить. Вот тут у нас копейщик был, дуболомы. Те, которые рядом с городом, я их расстреливаю своими имеющимися у меня лучниками. Ну, естественно, еще парочку прикуплю. На всякий случай не прикуплю, а вот строю в своих городах все-таки надо с меньшими потерями отбиться. И, уничтожив эти юниты, ему нечем будет захватывать города. Он, как остолоп, будет продолжать их обстреливать дальнобойными. Вы тогда и за дальнобойные сможете приняться. Вот у нас ситуация. Следующим ходом поляк может захватить Бразилию двумя дуболомами. Один, который прямо перед Бразилией стоит, другой через одну клетку. Так вот, надо в первую очередь убивать, который стоит рядом, потому что второму мы можем помешать передвигаться, поставив рядом с ним юниты. Ну, собственно, с ним сейчас стоит лучник, который не позволит этому дуболому на две клетки передвинуться и захватить Бразилию. Значит, нам надо вот этого дуболома уничтожать в лесу, которого я сейчас и обстреливаю, потому что он в состоянии следующим ходом захватить. Обратите внимание, что предыдущим ходом поляк обстреливал моего лучника катапультами. Вот этого раньше не было. Обычно они компьютер катапульты всегда использовал, чтобы обстреливать города. Значит, следующим ходом мне важно, чтобы компьютер не убил лучника моего, который стоит рядом с дуболомом. Ну, правда, если он убьет его дуболомом, то это нормально. Это меня вполне устроит. А вот если он его обстреляет лучниками и катапультами, и у него еще хватит выстрелов на город, то я Бразилию могу потерять. Живой соперник обстреливал бы, естественно, город. Ну, посчитал бы, чтобы ему хватило и на город, и на убийство лучника моего мешающему передвижению. Либо, естественно, при одновременных ходах шифтом бы подходил просто к городу и Бразилию захватил. Ну, ладно, предположим, это одновременные ходы. Здесь шифт ходов не используют. Пускай. Типа этого преимущества у компьютера нет. Но зато у него было, вы же видели, 4 дуболома. Он мог спокойно издалека обстреливать город, а потом, подойдя даже двумя дуболомами, я бы не смог их уничтожить за один ход. А он, видите, подставляет постепенно мне юниты, которыми он может город захватить. Я их обстреливаю, не отвлекаюсь на дальнобойные юниты, и таким образом Бразилию сохраняю. Ну, вот вы сами видели, он дуболомом решил пройти на клетку с красителями, вместо того, чтобы уничтожать моего лучника, что было бы более логично. То есть, двумя катапультами и одним лучником убить моего лучника. И если даже не взять Бразилию, то хотя бы как минимум уничтожить один из моих юнитов. Естественно, я воспользуюсь таким прекрасным подставлением дуболома и добью его. И, как видите, теперь у меня рядом с Бразилией нет ни одного юнита, которым поляк мог бы захватить мой город. Ну и получается, что вот у него стоят под Бразилией аж пять юнитов, две катапульты. Замечательно. И что ему с ними делать? Он будет дальше продолжать обстреливать Бразилию. Да, может, если кто-то не понял, почему дуболом не мог прямо ходить на Бразилию, напомню, что при войне, когда рядом с вами находится юнит противоположной стороны, с которой вы воюете, то у вас теряются все очки хода при движении рядом с ним. То есть, если, например, назад отходить, то очки хода у вас остаются. Но если у вас ход проходит рядом с этим юнитом, то вы только, грубо говоря, на одну клетку сможете передвинуться. Ну вот, Казимир Третий занимается тем, что продолжает расставлять вокруг моего города осадные юниты. Подвел еще одного дуболома у него. Он где-то в обходной маневр с ним играл. Ну, сейчас и он закончит свои дни даже не в границах Бразилии. И можно считать, что на этом осада польскими войсками бразильских городов закончена. Дальше можно будет просто потихоньку уничтожать все осадные юниты, чтобы компьютер не мог и город мой обстреливать. Ну, как видите, довольно унылое зрелище война против компьютера. То есть, если еще нападать более-менее сложно, потому что за счет бонусов всяких в развитии компьютер может к этому времени, к тому моменту, когда вы нападаете, наклепать большую армию, то защищаться вообще не проблема. Он как-то так, ну, без выдумки использует свои юниты. Ну, что можно требовать от компьютера? Не придуман еще искусственный интеллект, даже по уровню с кошкой сравнимой. Поэтому ждать, что компьютер сможет быть для вас равным соперником, не стоит. Именно поэтому так интересны сетевые баталии. Там человек всегда найдет какую-то контр-стратегию, какую-то необычную штуку выкинет. Даже психология как-то влияет. А здесь, видели, он даже на свой ход обстреливал город, в котором не было уже никаких очков здоровья. Лучше бы он подвел эти меткие лучники, и обстреливал моих лучников, или вот того же копейщика. Я уверен, что и в следующем ходу. Видите, я подвел копейщика к этим лучникам. Я очень сомневаюсь, что они будут его убивать, что было бы правильнее. То есть обстреливать сейчас метким лучником этого копейщика, и еще, ну, вряд ли они его вдвоем убьют, но еще добавить катапульта и убить этого юнита. Но нет, они, наверное, будут обстреливать город. К сожалению, я одного лучника своего потерял. Ну, можно было, конечно, мне действовать и получше. На самом деле, против компьютера можно вообще ни одного юнита не терять. А если использовать сейфлоуд, то есть лучше, все лучше и лучше тактически действовать, то один раз, построив армию, вы этой армией завоевываете в снос. Посмотрите, вот зачем он меткими лучниками обстреливает сейчас Бразилию? Кто себе может объяснить? И увел раненую катапульту. Ай, какой молодец. То есть вместо того, чтобы, например, этими меткими лучниками обстрелять моего копейщика, а потом двумя катапультами обстрелять еще вот моего беззащитного лучника, компьютер занимается каким-то непотребством вообще. И вы меня спрашиваете, почему я не играю против компьютера. Ну, это ж вообще возможно спокойно смотреть вот на эти потуги, блин. Ты сразу понимаешь, что играешь, ну, против умственно неполноценного. И это компьютер. Вот он вот так действует без всякой, собственно, логики. То есть ему там в скриптах где-то записали, ага, надо спасать раненые юниты. И он вот поэтому увел свою катапульту. Ему в скриптах написали, что лучники должны обстреливать город. Пофиг, что рядом стоит раненый копейщик. На все пофиг, обстреливаем город. Вот единственное, ему плюс, видите, поправили где-то скрипт, и у него катапульта иногда обстреливает и другие юниты. А ведь раньше только города обстреливались. И вот это вот, ты когда много раз играешь против компьютера, ты выучиваешь все эти действия компьютера и начинаешь использовать против него. И таким образом, ну, реально неинтересно. Ну, наверное, кто-то из вас может мне в комментариях написать, мол, вот ты говоришь, что компьютер действует как умственно неполноценный, а я ему в войнах все равно проигрываю, так что ты меня тоже умственно неполноценным назвал? Я тоже являюсь умственно неполноценным? Ну, сложно сказать, я же вас не вижу, не знаю, кто его знает, может быть. Но на самом деле, извините, я шучу, если кого-то обидел, на самом деле тут все только от опыта зависит от количества сыгранных партий в целом против компьютера. Со временем вы просто начинаете подмечать все эти штуки, ну или смотрите мои видео, вы тоже обучающие видео, как я действую, следите, как действуют в сети игроки. Это все все равно начинается с компьютера. Я тоже когда-то на самом первом уровне сложности проигрывал в ЦИВе. Постепенно учишься, учишься, видишь, как действует твой соперник, и учишься ему противодействовать. Обратите внимание, что компьютер сейчас на этом ходу мог вполне спокойно мой город захватить. Но вместо того, чтобы сначала уничтожить копейщика, который мешал пройти дуболому, а потом уже обстреливать город и дуболомом захватить Бразилия, он зачем-то сначала обстрелял Бразилию, подвинул дуболома, естественно, которым уже ходить не мог, и уже потом убил копейщика. Вот таким образом он профукал возможность захвата города. Очередной великий человек у нас появился, и мы создаем шедевр опять. «Вчера всего лишь мечта, завтра — это лишь видение, но хорошая жизнь сегодня делает...» Вот я зачем-то выключил. «Но хорошая жизнь сегодня делает каждое вчера мечтами о счастье и всякое завтра надеждой на лучшее будущее». Это цитата из драмы Калидаса, драматурга и поэта древней Индии под названием «Шакунтала». Это я нагуглил, этого я не знал, просто вам сообщу. Вообще там полное название «Абхиджаняна Шакунтала». Вот так. Ну и опять я стараюсь сделать так, чтобы мой город не захватили. Дуболома я уничтожил, скаута уничтожить не могу, но зато могу рядом с ним поставить лучника, мимо которого он не сможет пройти и захватить город. Демография говорит, что армия у поляков уменьшается. Если не изменяет память, то они с 70 тысячами нападали. Но в любом случае, скоро он будет, видимо, просить уже мир у меня, потому что компьютер подсчитывает соотношение армии, видимо, и только тогда начинает запрашивать какой-то мир. Так, посмотрим, как тут компы развиваются. Покателло чисто в набожность пошел полностью. Ну, Шака, понятно, по либерти, то есть по чести. Ну, а поляк почему-то по патронажу. Что-то я не вижу, что он как-то особо рулил городами-государствами. Я вот, видите, даже решил посмотреть, не изменился ли патронаж. Может, там какие-то особые бонусы? Да нет. Странно, что как бы никак не отражается это на взаимоотношениях Польши с городами-государствами. Видимо, он всю свою экономику бросил на войну с Бразилией. Сволочь такая. Ну, смотрите, какой фигней продолжает заниматься компьютер. Вместо того, чтобы обстрелять моего лучника, который рядом со скаутом, он обстреливает город. Вот замечательно. Увел скаута раненого. Второго скаута не подвел достаточно, чтобы захватить город. И теперь этим ходом мы будем просто уничтожать его юниты. Вот тут две раненые катапульты, один раненый лучник. Я думаю, несколько юнитов мы с собой заберем. Ух ты, смотрите, у него еще и несчастье у поляков. Минус два, минус четыре силы. Значит, у него два несчастных в городе, в империи. Ну, вот первым делом я уничтожил эту катапульту, чтобы можно было пройти наконец-то моим метким лучником. Так, ну, эти двух юнитов уже приговорили. Вот сейчас еще эту катапульту прибить, и, в принципе, мой город будет восстанавливаться. Больше будет восстанавливать хитпоинтов за ход, чем будут снимать меткие лучники поляков. Не, все никак не угомонится. Все продолжает несчастную Бразилию бомбить. Хотя, ну, и куда он скаутом побежал? То есть он даже скаутом не собирался город захватывать. Вот, кстати, интересно, я вот боюсь скаутов, но не факт, что разработчики вложили в мозги компьютерных игроков, что скаутами можно захватывать города. Вот напишите мне где-нибудь в комментариях, у кого-нибудь компьютер скаутом город захватывал? Потому что раньше он этого вообще никогда не делал. Он только военными юнитами захватывает обычно. Ну что ж, отбившись от тактического гения компьютера, от польской великой армады, наверное, надо уже поговорить о последней нации, которую мы с вами не разобрали, об Индонезии. Ее, собственно, нету в этой игре, потому что тут только восемь участников. Ну и в начале первой серии я и говорил, почему я ее не добавлял в эту игру, потому что у нее бонусы на панге не очень хорошо работают. И вообще, по моему мнению, из всех девяти новых наций Индонезия, как бы так сказать, самая странная. Но, смотрите, поляки продолжают обстреливать уже полностью разбитую Бразилию зачем-то. Да, мы согласны на открытые границы, потому что открытые границы увеличивают влияние нашего туризма на все нации, с которыми у нас границы открыты. Так вот, Индонезия, по-моему, самая странная нация в этом аддоне. Ну, во-первых, мы сразу лишаемся ее бонуса, если играем на панге, фракталах, какие-то у нас еще карты, внутреннее море, то есть на всех картах, где только один континент и нету островов. Если вы вдруг не в курсе, то у Индонезии уникальный бонус нации таков. Первые три города, основанные на других континентах, получают по два уникальных ресурса роскоши. Мускатный орех, гвоздика и перец. То есть эти ресурсы роскоши вообще, в принципе, в игре не бывают, кроме как у Индонезии. И эти ресурсы еще и разрушены быть не могут. То есть основывая город на любом другом континенте, а в данном случае имеется в виду просто любой другой остров, не на том континенте, где ваша столица индонезийская находится. Так вот, на любом острове, на любом континенте ставите город, и у вас сразу, например, появляется мускатный орех две штуки. То есть один из них вы можете продать еще кому-то. То есть мало того, что сразу плюс четыре счастья, естественно, потому что неразрушены. Так вы еще можете продать его. То есть, в принципе, на островных картах, ой, смотрите, поляки еще и Великую стену паснут. Зачем он продолжает обстреливать Бразилию? Вы можете мне объяснить, что, почему у него такой приоритет стоит? И все прет со своим несчастным дуболовом, с одним очком здоровья к Бразилии, сейчас, где он и найдет свою смерть. Явно еще один меткий лучник там же ляжет. Так вот, на островных картах, где много островов действительно, там на архипелагах, на маленьких островах, на больших островах Индонезия будет рулить. Но попадите на вам на Пангеи, и получается уникальный бонус. Все. Вот я вам даже хочу небольшой анонс сделать. Я вроде сейчас снимаю видео по игре, в сетевую игру играю, и там хочу показать вам одну из стратегий развития. Уже созрел, да, я немножко более-менее разобрался в аддоне. И там мне как раз попалась Индонезия. И там будет, ну, вы даже не можете себе представить, на самом деле, какое будет развитие, вот зная все уникальные бонусы Индонезии, о которых я вам сейчас рассказываю. Просто потому что все плюшки, которые могла мне дать Индонезия, я на этой карте не получил. Именно потому что играли мы в фракталы. И получается, что мне пришлось развиваться абсолютно не так, как можно было предполагать. Но вот видите, я хочу у Покателла тоже открытые границы выклинчить, но он не дает. Он хочет, точнее, чтобы я ему еще два золота в ход платил. А мне пока золото надо, чтобы апгрейдить лучников и защищаться от Польши. Так что Покателла подождет. Но вообще нам надо открытые границы со всеми нациями, чтобы быстрее наш туризм на них влиял. Но если вы играете на островах, еще раз повторюсь, то вот этот уникальный бонус очень крут. То есть вы... Еще раз... Смотрите, ну зачем он Бразилию продолжает обстреливать? Четыре лучника могут обстрелять следующим ходом меткого лучника, а поляк продолжает обстреливать Бразилию. Извините, я все никак не могу успокоиться. Это к вопросу, почему я... Ну он, сволочь, видите, что ограбил мой торговый путь и плюс сто золотых себе получил. А у меня торгового пути больше нету. Пути. Это вот к вопросу о том, почему я не играю с компьютером. Вот полюбуйтесь на тактический гений. Так вот, если вы на островах появляетесь, сейчас мы полностью с этим бонусом разберемся, чтобы вы понимали, как он работает, то, видите, вы мало того, что ставите город с уникальным ресурсом, у которого больше ни у кого нету. То есть вы... У вас всегда его кто-то захочет купить. Вы не будете пересекаться с другими. Там у кого-то есть апельсины, и у другого есть апельсины, и вы не успеваете продать. Нет. Вы свои ресурсы всегда сможете обменять на другие, потому что они у вас уникальные будут. Но самое еще интересное, что эти города у вас не смогут быть разрушены. То есть соперник, захватывая эти города с ресурсами, вынужден их оставлять. И это может влиять на его счастье. Поэтому вполне может быть такая тактика, если вы хотите кого-то на другом континенте завоевывать. Это я уже про сетевую игру говорю, потому что против компьютера можно играть более примитивно. В сетевой игре ставите город на чужом континенте, как плацдарм, и можете с него атаковать. И если у вас даже его захватят, вам его не очень жалко будет, потому что он в минус будет идти сопернику. Но, с другой стороны, еще не здесь такая там ситуация. Может, он, наоборот, будет рад этим ресурсам. Ну, смотрите, ассириец, ассирия считает меня вармонгером. Это не из-за того, что я с Польши вае, потому что я несколько раз на города-государства нападал, захватывая их рабочих. Вот в игре с компьютером это влияет на их отношения с вами. Если у нации там где-то в скриптах прописано, что, слушайте, почему он скаута не убрал? Ну, в меня ему вообще? То есть, стоит там скаут под обстрелом города, он даже его не двигался, хотя мог, например, на шелк передвинуть и попытаться шелк мне разграбить. Ну, ладно. Если там у нации... Кстати, вот давайте посмотрим еще на торговые пути. У меня пока один торговый путь только остался. Видите, я получаю неплохие денежки с Порто. Правда, к сожалению, в Порто ничего не подсоединю, никаких ресурсов, иначе я бы получал еще больше денег. А вот это очень интересная вкладка. Я по ней теперь всегда ориентируюсь, куда отправлять, какой караван строить. Я сортирую там по максимальной прибыли возможной, и он мне показывает, из какого города в какой, и я тогда понимаю, во-первых, мне какой сухопутный или морской строить. Ну, понятно, что обычно морские намного выгоднее, чем сухопутные, но проблема в том, что они менее защищены, особенно в начальных этапах игры, поэтому иногда лучше сухопутные, какие-нибудь города-государства, между которыми... между вашим городом и городом-государством, чтобы не было варваров. И вот по этой табличке я сортирую доход и выбираю, какой мне торговый путь строить. Ну, вернемся к Индонезии. Вот, по моему мнению, такой вот уникальный бонус Индонезии на островных картах работает лучше всего, и очень классно будет работать на расселение, потому что каждый первый три города после столицы, то есть четыре города вы сможете поставить очень быстро, и при этом не просесть по счастью вообще, да еще и получить три уникальных ресурса, которые вы сможете обменять. Ну вот, опять поляк. Почему он моего меткого лучника только обстреливает городом? Почему на него копейщиком не напал, чтобы мне еще хуже было? Не знаю. Не знаю. Вопросы, вопросы. И скаут, видимо, этот тут будет стоять до того момента, пока он не умрет. Зачем поляк здесь поставил скаута? В общем, видите, вот так живой соперник не действует, и поэтому неинтересно играть с компьютером, когда вот такие подставы начинаются на ровном месте. Да, это четвертый уровень сложности, только именно поэтому мне играть вообще намного легче. Но еще раз повторю, на тактику, на действие во время войны на ум компьютера уровень сложности не влияет никак. На восьмом уровне сложности он будет действовать точно так же весело. Но мы все время про Индонезию забываем. Теперь уникальное здание Индонезии. Оно называется Канди и заменяет сад. Ну, в принципе, работает точно так же, как и сад, но и дает еще плюс два очка веры за каждую из мировых религий, у которой в этом городе есть хоть один последователь. То есть, грубо говоря, вы основываете свою религию, плюс еще влияние каких-то соседей, и вот за каждую, хоть один последователь у вас в городе есть, и вот за этого последователя вы будете плюс два очка веры. Ну, вот я добил этого скаута все-таки. Какой-то Кшиштоф Пендерецкий, видимо, решил покончить жизнь самоубийством. Очень ему не нравилась жизнь в Польше. А предавать ее не хотел, поэтому вот так славно закончил свои дни. Правда, разграбив мой караван. Ну, так вот, Канди, конечно, с одной стороны описание прикольное, а с другой стороны очень такое специфическое здание. Во-первых, ну, сады не факт, что будут. Например, если вы играете на той же островной карте, да, с маленькими там островами или архипелагами, то вероятность того, что у вас город будет на реке находиться, очень мала. Кстати, вот по демографии, смотрите, Польша уже давно не лидер по армии, проредил я ее ряды. И таким образом, бонус, который от уникальной способности нации, очень плохо зачитается с уникальным зданием Индонезии. Индонезии, его можно построить только на реке. Вообще, вот уникальные здания, которые еще и какие-то условия должны быть выполнены, это не самый лучший вариант. Поэтому вот Канди как-то не фонтан. Тем более, что не всегда у вас какие-то еще религии в городе могут присутствовать. Ну вот, видите, я сейчас тут выбираю, какую социальную политику взять. Социальный институт. Ну, это моя первая игра в аддоне, поэтому я тут особо не заморачивался, тем более, что на четвертом уровне сложности, видите, выбираю у меня традиция, набожность и эстетика открытой полностью. Вообще, конечно, по-хорошему, раз мы идем на туризм, то надо бы полностью закрыть эстетику в первую очередь. И потом только, ну вот, Fine Arts мне сейчас дадут слишком мало бонусов, потому что у меня всего плюс два счастья. И, значит, приняв эту социальную политику, я буду получать только плюс один культур, и надо бы счастье повышать. И вот я тут выбираю, что лучше из этих множеств. Вот, посмотри, какие тут новые появились социальные политики. Ну, и обо всем этом будем как-нибудь в других видео говорить. Так что вот я решил все-таки эстетику полностью добить, а тогда и после этого уже сосредоточиться на других политиках. Если бы я играл против живого соперника или против компьютера не на четвертом уровне сложности, я бы, наверное, все-таки по-другому действовал. Видите, у меня города не очень сильно растут. Надо бы, наверное, может, и традицию принимать дальше. Ну, ладно. В общем, уникальное здание Индонезии, по моему мнению, очень как-то не фонтан. Я бы даже сказал, совсем не фонтан. Очень много условий требуется, чтобы оно начало работать в полную силу. Ну, и, как я начинал говорить, очень редко, когда больше двух религий у вас в городе представлены. Там надо находиться где-то в центре карты, между нациями, которые тоже уже приняли свою религию. Ну, то есть такое стечение обстоятельств очень редкое. Ну, и города должны на реке быть, еще раз повторюсь, что тоже как-то нечасто случается. Поэтому не очень. Дальше. Уникальный юнит Индонезии называется Крис-воин, и он заменяет мечников. Отличие от обычного мечника, что он обладает мистическим оружием, способности которого раскроются только после первого использования в бою. Ну, собственно говоря, смысл в том, что после первого сражения ваш этот Крис-воин получает определенную промоу... ну, улучшение, которое нет ни у каких других юнитов в игре вообще. Но проблема состоит в том, что это улучшение может быть как положительным, так и негативным. Я не буду сейчас перечислять все возможные улучшения. Их, по-моему, 8 штук всего. Ну, лучше просто почитайте на сайтах, либо в цивилопедии. Но смысл в том, что тут получается очень большой фактор везения. Если будет классно у вас эти Крис-воины продвигаться, то замечательно. Если не очень, или вы ими не будете не сильно воевать, или пройдет их срок, то получается, что вы и не получите никакого бонуса. Таким образом, как бы вот уникальные способности Индонезии во многом проходят мимо игрока. И я вам хочу сказать, что вот в том видео, которое я планирую, показываю вам как рассказ об одной из стратегий развития. Я там, еще раз повторюсь, играю за Индонезию. Кстати, эти самые туристические города мира. В Венеции четыре туризма. У меня тоже четыре, но, правда, они в двух городах. По два туризма. Так вот, в том видео я уникальными способностями Индонезии вообще не воспользовался. Мне вот так удачно повезло с картой, с расположением, вообще со всем. Поэтому я буду показывать стратегию развития, которая к Индонезии, в принципе, отношения практически не имеет. Ну, это так. Такой рекламы. Я еще не знаю, когда я это видео сделаю. В любом случае, нация как нация, Индонезия мне кажется странной. В общем, Индонезия – нация, в которой очень много зависит от случая. Повезет с расположением вам, вы будете использовать бонусы. Не повезет, то, видимо, единственное, что вы сможете использовать, это вот эти Крис-войны или Канди, если на речках. И то, знаете, до этих Канди еще дожить надо. К тому времени уже многие могут и несколько религий основать и все самые вкусные плюшки поразбирать. Ну, вот, поляк никак не успокоится. Уже с воинами ко мне приходят, с мечниками. Ну, я могу забежать вам вперед, сказать, что у меня никаких проблем все равно не предвидится в связи с этим. В любом случае, вот уже очередные 35 минут моего первого взгляда на Brave New World подошли к концу. Спасибо, что смотрите эту серию. Вместе с вами разбираемся. Я знаю, что в комментариях многие пишут, что я тут иногда высказываю предположения вместо того, как было раньше в моих видео, когда я уверенно о чем-то говорил. Но это первый взгляд. Я не могу сразу знать, что классного в аддоне. Да и никто не может. И много времени потратить. Мы сейчас все с вами вместе разбираемся с этим дополнением. И знаете, благодаря тому, что я вам рассказываю, я и сам очень так неплохо врубаюсь. Это знаете, как в анекдоте было. Объяснил студентам раз, два, сам понял, а они все не понимают. Так и я здесь тоже, вот рассказывая вам, сам начинаю врубаться во многие штуки этого аддона. Но, смотрите, опять же, какая странная атака идет на Бразилию. Как думаете, захватит или не захватит? Ну, давайте уже в следующей серии. Все, спасибо, вы слышали Лешу Халецкого, канал Леша Играет. Подписывайтесь и играйте в умные игры. Леша Играет.